Автовокзал Западный – одно из самых загадочных мест города. Зимой здесь невыносимо холодно, летом жарко и душно, плюс неудобно добираться, говорит Тамара Супрунович. Женщина часто пользуется услугами транспортного узла, ездит в Красноармейск к маме. Ездить очень неудобно. И приходится брать, допустим, на автобус через Дебальцево, чтобы проехать через Углегорск, доехать до Янакиво без проблем. Так что я только за то, чтобы была остановка в районе Путиловского автовокзала. Не прочь перебраться ближе к воздушным воротам города и водители, хотя по километражу разницы особой нет, рассказывает Дмитрий Крайний. Целесообразно было бы туда перенести остановочку, потому что движение городского транспорта можно было бы продлить в ту сторону. Ну, собственно говоря, и водителям, и пассажирам, я думаю, это было бы намного удобнее. Здесь просто мало маршрутов таких приходит из города на этот вагон. А туда, как на Путиловский, так и на аэропорт, намного больше проезжает. В мэрии о намерениях перевозчиков знают. Александр Лукьянченко заверил, инициативу поддержат, но быстро все перенести не получится. Это международные, межгородские маршруты, и эти маршруты будут переходить только после согласования с областной государственной администрацией и с городом. Должен быть график, и я понимаю, спешка тех частных перевозчиков, чтобы решить свои проблемы. К сожалению, так не получается. Поэтому только по согласованию, каждый маршрут по согласованию. В Донецкой областной администрации рассказали, первые маршруты к аэропорту поедут в июле. Это будут автобусы Луганского и Харьковского направления. Всего 16 рейсов. Александр Блиников, Роман Фролов, Панорама.